Всем привет, меня зовут Таня и очень рада, что вы вновь на моем канале. Девочки, сегодня я вам покажу стрижку, то есть я буду стричься. Я думаю, вы многие уже видели, как я стригусь, но сегодня хочу маленько по-другому сделать, чуть-чуть, значит, как будет обстоять развитие событий. Я помыла голову, то есть они должны быть хорошо намочены, потому что стричь мы будем, знаете, бритвой. Затем, после бритвы я высушу все это круглой фен щеткой, чтобы придать форму стрижке, потому что здесь уже все отрослось, сейчас вы увидите. И затем мы обычными ножницами, возможно филировочными, пока не знаю, в общем, что получится при сухом виде. И потом мы с вами уже подделаем стрижку, то есть подровняем, где-то уменьшим, увеличить уже не получится, но в общем как-то так. Так, приступаем. Волосы должны быть у вас хорошо-хорошо прочесаны обязательно, чтобы они у вас нигде не ломались. И вы знаете, что я стригла до этого стрижку каскад, то есть здесь у меня была шапочка. В этот раз я не хочу делать шапочку, то есть я хочу только у лица здесь придать объем, а сзади пока пусть так как бы, ну там как масть ляжет. Итак, отделяем пробор от уха до уха, не от уха до уха, а вот от этой части, где у вас пробор. Учитель из меня никакой, в общем, вот эту часть, вот, здесь уже ухо. И сейчас я вот сюда ее вперед прочесываю. Так, не могу найти свою расчесочку, только у меня вот такая, а у меня была другая. Не могу найти. Так, вот. Эти волосы не нужны, можем пока заколоть. Они нам пока, в принципе, не нужны. Так, чтобы они нам не мешали. И теперь вот прочесываем вперед. Чем выше вы поднимаете вот эту прядь, можете вот так ее поднять и обрезать. Тем короче у вас будут волосы вот здесь вот у лица, вы должны это понимать. Сейчас покажу вам, сколько у меня уже здесь лишнего. Потому что тогда я не ровняла ножницами, только бритвой. И вот, получается, вот у меня короткие, видите, а вот это все лишнее. И сейчас мне нужно это, по идее, обрезать. Вот, а потом уже ножницами мы будем все это доделывать. Итак, беру бритву, ставлю ее, то есть вот бритву вы держите прямо, я ставлю вот так и чуть-чуть в наклоне. И пошли. Вот. Вот. Вот такой у меня получается хвостик я отрезала. Так. Теперь смотрим. Вот, видите, сразу коротко как. Теперь прочесываем прямо и смотрим, что у нас получилось. Вот, видите, вот тут немножко еще нужно срезать. Берем бритву и вот так срезаем. И можно еще. Получается у нас, в принципе, две несведенные зоны сейчас. То есть задняя часть и вот эта передняя. Нам нужно потом будет на сухую это все свести, чтобы это смотрелось все одной, как бы большой, обычной прической. Так. Здесь, в принципе, у нас уже все. И теперь берем как бы вот эту часть, делим еще на две. То есть получается вот так наискось. Поднимаем вот этот пласт. На два я делю. Вот. Прочесываю хорошо. И теперь поднимаю чуть-чуть выше, чем мы поднимали вот эту. И еще раз простригаем. Чтобы у нас был ярус. Получается, когда мы вот так распрямляем, вот видите, верхняя часть уже получается короче. А так как я зачесываю все назад, вот так. Все это будет смотреться вот так вот. Вот. Шапочка. Видите? Как у меня всегда. Вот так. На сухую мы потом подделаем. И теперь, пока волосы уже начинают высыхать, желательно сделать это все вот с этой стороны. Я сейчас сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в принципе, все. Я придала форму. Здесь уже вот такие у меня перья. Здесь вот так Здесь вот так Челка тоже у меня Сейчас посмотрим, какая она будет короткая То есть вы знаете, да, что мокрые волосы Они длиннее Вот, и чтобы нам Красиво сделать перья Нужно красиво уложить фен щеткой То есть если вы будете просто обычно сушить Феном или волосы вот так вот В свободном как бы сушении у вас будут У вас не будет формы той Которую вы хотите изначально заложить в стрижке Ну все понятно Все понятно А точнее, ну как бы, чтобы стрижка была красивая Поэтому я сейчас немножко волосы Так подсохну, потому что нельзя Мокрые волосы сушить на фен щетке Потому что там, мне кажется, супер горячий воздух Они сейчас подсохнут Потом я вам покажу, как я уже завершаю Этап сушения, то есть вот этих частей Ухлая лица И потом уже к вам вернусь, естественно, чтобы показать Как я филирую вот эти пряди У лица, чтобы они красиво лежали То есть вы их будете обрезать вот так А потом, когда вы закладываете назад Либо вот так Они у вас будут лежать в любом виде идеально Что вот так, что вот так Главное их правильно взять в пальцы И красиво-красиво профилировать Либо филировочными ножницами, либо обычными Что мне сегодня понадобится? Значит, сама непосредственно филировочная бритва для стрижки У меня вот такая Деваль Но была до этого другая Как бы Девальевские очень хорошие У них, во-первых, сменные вот эти бритвы То есть я их периодически меняю Потому что они, естественно, тупятся Бритвы отдельно стоят бюджетно Мои, конечно же, непосредственно красивые вот такие ножницы Я покупала их на выставке очень давно И вот такие у меня есть филировочные Покупала еще, когда училась И просто, ну, как бы обычные, да Парикмахерские, среднестатистические У меня были такие же ножницы Но когда я приобрела вот эти Как они режут, девочки Это небо и земля Просто как масло Они идеально лежат в руке И так красиво смотрятся Во-первых, они такие красивые резные Идеальная вот эта вот посадка Ножниц на руках Просто супер Работать ими одно удовольствие Обожаю эти ножницы Стоят они довольно дорого в то время Вот, два зажимчика У меня три И непосредственно массажка Для прочесывания волос И обязательно водичка Когда вы бритвы режете То есть на сухие нельзя резать бритвы Волосы будут просто в гульку Знаете, в жульку такую собираться Обязательно нужна вода В любой распылитель Чтобы волосы были влажные При условии, что вы режете бритвой Ножницами можно резать и любые волосы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что девочки Мы просушили волосы И теперь самое главное И интересное То есть Смотря от того, что вам нужно Видите, как красиво лежат здесь Можете назад Пёрышки заделать Получается такая объёмная стрижка И что самое мне нравится Как бы в этой стрижке То, что у вас отрастают волосы Как бы вот эти, да А вот эту шапочку Можете постоянно корректировать И у вас будет постоянно Как бы прическа Просто с неиспадающими Такими волосами То есть длинный Длинный удлинённый каскад С перьями я называю его Итак, нам нужно Сделать побольше пёрышков Я люблю, когда много пёрышков Итак, отделяем Вот эту часть То есть Больше слоистости Видите, когда я беру прядь Вот, она у меня Ну как бы полная Я беру обычные ножницы Ставлю прядь вот так Чтобы мне было виднее И начинаю Прямо прорезать Сквозь волосы Видите, как я ввожу ножницы То есть сантиметров Наверное Пять я ввожу Сейчас покажу вам Вот, видите Прорезала Всё Теперь это уже вот смотрится как Вот они сразу видны Видите Прорезанные пряди Следующий беру Слой Так же Можете всю голову так сделать Вот Опять Видите Полная прядь Везде по-разному То есть Как вам нравится Вам стоит сделать это один раз И вы уже потом поймёте Сколько вам надо Прорезать Вот видите Прорезал Назад Всё Вот они Эти пряди Видны Теперь вот эти Около лица Давайте сделаем Отчесываем Главное Главное Захватить Правильно И здесь Тоже так Прореживаем Главное Не торопиться Смотреть Что вы делаете Потому что Можно чекануть Вот видите Можно чекануть И всё И потом не будет У вас Кусочка Волосиков Вот они Эти Пряди Так Теперь Хочу Вот здесь Ещё Сделать Отчесываем Вот так Прядь Ставим Вот Чем Глубже Вы запускаете Ножницы Тем Соответственно Больше У вас Будут Слои И Прядки Видите Уже Всё По-другому Лежит Так На чёлке Люблю Когда много Слоёв Прям Вот чёлку Нужно Сделать Хорошо Чёлочка Маленькая Вот Всё Девчонки Теперь На этой стороне То же самое И там Где вы хотите Добавить Можно ещё Из глубины Тоже Волосы Вытаскивать Но Отчесывать Естественно Всё к лицу Вот когда вы делаете Пряди Всё к лицу Вот так Так Вот И уже На этом Расстоянии На этой высоте Вы делаете Пряди Всё Чтобы когда вы их Опускали У вас был Как бы Переход В каскад Ну всё Сейчас я здесь Сделаю И стрижка Готова Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какой-нибудь другой части головы Если вы хотите попробовать, как делаются перышки Вот такая моя была стрижка Если не снимать, эта стрижка занимает Ну, естественно, вместе с сушкой Как бы и с вот Доработкой Ну, час Так что, девчонки, экспериментируйте, конечно же, и будьте красивы Спасибо, что были в этом видео со мной Всем хорошего настроения Всем любви, счастья, терпения Будьте красивы, будьте любимы А главное, будьте здоровы Всем пока!